Алтайскому отделению Российского детского фонда в этом году исполняется 30 лет. Целая эпоха для региональной общественной организации, особенно если учесть, что начиналось все еще в советское время. О том, с чего начинали и чего достигли, говорим с председателем Алтайского отделения Российского детского фонда Оксаной Овчинниковой. Оксан, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Прежде всего, позвольте поздравить вас с такой датой. Это действительно целая эпоха, я повторюсь. Вот скажите, пожалуйста, я не прошу сейчас вспомнить всю историю, но для вас самые значимые какие-то эпохальные события. Чего достигли и с чего вы начинали? В этом году у нас было наводнение, очень серьезное наводнение. И вот как только был объявлен сбор денежных средств, прям вот с первых дней под гарантийные письма мы уже припитали постельные изделия и отправляли в подтопленные районы. То есть матрасы, подушки, одеяло, постельные комплекты, они были отправлены. Конечно, хочется остановиться о нашем уникальном проекте, уникальном для России проекте, который стал буквально визитной карточкой нашего региона. Это марафон «Поддержим ребенка». В этом году, в марте, мы такой установили, ну, не рекорд, наверное, правильнее сказать, и превысили какую-то такую очень весомую отметку в 100 миллионов рублей. Вот именно столько было собрано за 9 лет работы марафона. Куда идут эти средства на помощь? Кому? За это время, конечно, тысячам ребятишек была оказана помощь. Прежде всего, это детки с тяжелыми заболеваниями. То есть мы сейчас убрали из-за пехода слово «инвалид», но, тем не менее, это вот именно тяжелые детки. Вам выпало подхватить дело, не побоюсь слова, легендарного, трагически ушедшей из жизни Ереи Степановны Федоровой, которая много лет сначала стояла у истоков, а потом долгие годы являлась руководителем, и при ней запускалось очень много проектов, которые до сих пор имеют под собой почву, и вы до сих пор продолжаете. Вы чувствуете ответственность? Насколько? И что нового вы готовы привнести? А что сохранить? Конечно, вот когда говорят, имя называют Федоровой Раи Степана, конечно, возникает какое-то очень доброе и теплое чувство. Хочется следовать примеру этого замечательного человека, этого прекрасной женщины, и, конечно, дотягиваться до тех вот высокой планки, которые она поставила. Чтобы увековечить, вот сразу скажу, память Раи Степаны, и в связи с 30-летием ФОДА в этом году учреждена стипендиями Раи Степаны Федоровой, 10 одаренных детей Алтайского края, одаренных в сфере искусства, то есть это юные музыканты, юные вокалисты, хореографы, и ребята, которые занимаются изобразительным искусством, будут получать в течение года стипендии. То есть это... Ежемесячно? Два раза в год. Два раза в год. Два раза в год. Потому что это стипендия, какова ее сумма? Накануне Дня защиты детей и накануне учебного года. Вот у нас они дважды получат по 5 тысяч рублей, то есть в целом это 10 тысяч рублей. Учитывая, что дети из районов, вероятно, помощь не такая маленькая для них. Да, мы при отборе претендентов учитывали, конечно, материальное положение семьи и то, чтобы эти вот... Да, действительно, сумма, может быть, покажется и не настолько большой, но чтобы для этих семей она была вот как-то значимая и весомая, и что действительно они нуждаются где-то концертный костюм сошьет, где-то какой-то музыкальный инструмент приобретут, может быть, это поможет съездить ребенку куда-то вот поучаствовать в каком-то конкурсе или фестивале. Охотно ли люди, меценаты-благотворители откликаются на просьбу о помощи сегодня, на ваш взгляд? Я скажу, что да, да. У нас есть среди наших друзей, мы их так называем, среди наших меценатов, те, которые идут с нами из года в год. То есть они, у них история благотворительной помощи уже насчитывает несколько лет. То есть вот они, а то, может быть, даже и десятилетия есть и такие люди, на которых мы можем положиться, которые откликнутся не только материально. Они готовы приехать, вот, например, у нас архитектурно-строительный колледж, они готовы приехать и помочь, физически помочь, что-то отремонтировать, что-то перенести, не знаю, откопать нас от сугробов снега, вот, например, весной. Это тоже очень важно. У нас много отзывчивых людей. Есть у нас замечательные вот жители Алтайского края, которые просто как своим долгом, как уже привычкой какой-то у них стало, ежемесячно или там раз, два, три месяца перечислять свои зарплаты, денежные средства. Очень приятно. И мы стараемся их направить именно тем, кто особенно в этом нуждается. Спасибо вам огромное, что вы, несмотря на сегодняшний торжественный день для вас, праздничный, нашли время, пришли к нам в студию. Примите слова поздравления и благодарности за ваше дело. Это была программа «Наше время». Мы сегодня беседовали с Оксаной Овчинниковой, председателем регионального Алтайского отделения Российского детского фонда. Мы говорили о юбилее, о 30-летии фонда. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова